На телеканале Россия Вести интервью я Юлия Кузнецова. Здравствуйте! У православных сейчас идет Великий пост. Как правильно его соблюдать и что он обозначает, нам расскажет настоятель храма Божией Матери Знамения города Ханты-Мансийска, председатель отдела социального служения и благотворительности Ханты-Мансийской епархии, священник Леонид Бортков. Отец Леонид, здравствуйте! Здравствуйте! Почему Великий пост называется самым строгим? Ну он строгий, скорее всего, не так уж, как мы преувеличиваем, строгий он по отношению к нашим делам, потому что мы на самом деле настолько забываем о своей душе, сколько в суете земной погружаемся, что тем самым забываем о самом главном, что призыва Господа быть совершенным, как сам Господь совершен. Поэтому мы, для нас он в какой-то степени строгим является, потому что мы не вправе, не можем бороться с ним, со своими страстями. А этот пост, это благоприятный, весна называют, весна для души, многие ситуации называют это весна для души, в чем заключается, в том, чтобы настроить себя на то, чтобы избавиться, в первую очередь, от своих греков, страстей посредством воздержания в пище. Если мы умеем сдерживать себя в какой-то еде, то тем самым мы имеем возможность сдерживать себя в каких-то страстях. Хоть тяжело как бы не было, но уповая на милость Божьей, на то, что Господь действительно укрепит нас на этом спасительном пути, человек стремится к тому, чтобы действительно весна в душе его расцвела. С какой библейской историей Великий пост связан? Мы помним, как перед своим крещением Господь удалился в пустыню и 40 дней перед этим постился, тем самым установил этот пост, показал, что действительно посредством поста человек настраивает себя на крещение. Да и в древности, в первые века христианства, когда происходило оглашение и крещение, проходил для язычников или оглашенных, так называемых людей, которые хотели бы креститься, проходил такой период. Он где-то длился приблизительно 40 дней. И в это время очищения человек готовился к принятию таинства крещения, чтобы войти в состав церковный посредством крещения. И важно отметить, что крещение было тогда в древности не так часто, как сейчас у нас, два-три раза в год было. И поэтому даже и появление поста далее у нас в православных христианах связано как раз с оглашением, потому что когда оглашали вот этих желающих креститься, они постились, тем самым приходив к православному христианину, видя, что каким-то образом православный христианин это не соблюдает, то соблазняли. То есть если мы сейчас придем, если мы постимся и придем кому-то в гости, который, например, кушает курицу, то, конечно, это каким-то образом повлияет на нас, это будет соблазнять нас. Поэтому пост в первые века христианства, это было как некая солидарность к оглашенным. То есть в пользу оглашенного человек соблюдал пост, чтобы это пошло ему на благо. Сколько пост длится дней? 40 или больше? Великий пост, он делится на две части. Это святая Четыридесятница, это с момента начала поста и до Страстной Седмицы 40 дней длится, а потом начинается Страстная Седмица, которая длится 7 дней. На седьмой уже день у нас как раз является сам праздник, торжество и торжеств, Пасха Христовая. И важно отметить, что вот эти святая Четыридесятница, которая 40 дней длится, это как будто мы идем навстречу Богу. Это время благоприятное для того, чтобы мы действительно борясь со своими страстями и грехами, и шли навстречу Богу. А вот Страстная Седмица, это как прообраз того, что Господь идет к нам навстречу. Мы видим там и страдания, причитывается и евангельское чтение на тему страдания Христа, и погребение Плащаницы совершается. То есть вспоминаем как раз тот момент, момент спасительный для нас, прихода Спасителя, страдания ради нас и нашего спасения Бога-человека. Великий пост соблюдают не только православные, но и представители других конфессий религиозных, например, католики. У кого строжий пост? Раньше была одна кафолическая православная церковь. В силу того злоупотребления со стороны католической церкви, было некое отделение от нее. Скорее всего, римская церковь сама в какой-то степени отдалилась от всей полноты православной церкви. Тем самым, в силу своего понимания догматического, во-первых, во-вторых, в силу некого адаптации к обществу, то есть некой, можно в какой-то степени называть, секуляризации в обществе, в самой церкви. Тем самым, церковь католическая, она как будто бы упрощать начала. И это мы сейчас видим. Идет пост неделю в католической церкви, и не вся полнота католической церкви держится строго вот этого недельного поста. Некоторые считают, что, например, употребление курицы, это приравняется к рыбным продуктам. То есть в какой-то степени это и не является мясной продукцией, поэтому употребление даже позволительное. Но сейчас даже есть такие, которые отказываются от этого мнения, но при этом сохраняют молочную и яичную продукцию. То есть таким образом тоже понятие поста в западной церкви, то есть католической, она резко отличается от восточной, то есть от нашей православной церкви. Поэтому мы видим, что секуляризация и в католической церкви, она была адаптирована к обществу, и тем самым как-то упрощалась все. Даже мы видим и сидение во время богослужения в западной церкви, и недлинные такие литургии. Это все результат как раз того, что церковь начала действовать за счет народа, потребности народа. Я делаю акцент, что пища является средством. Если же это средство будет каким-то образом мешать в борьбе со своими страстями, то лучше к этому не придерживаться. Но опять же, некий есть рецепт, как у врача. Врач приписывает какой-то определенный рецепт для того, чтобы человек, обладая какой-то болезнью, смог освободиться от нее, вылечиться. Тем самым и в православной церкви есть некий рецепт употребления пищи, как средство того достижения самой главной цели – борьбы со своими рихими и страстями. Если точно следовать этому предписанию, человек действительно сможет освободиться. Но если небрежно относиться, либо накладывая еще больше поста, чем необходимо это на себя, самовольно, не спрашивая при этом ни богословения духовника, не читая духовную литературу, человек тем самым как бы сбивается с пути и болезненно воспринимает его организм. И тем самым он не совсем идет по множенному пути. Также если врач дает одни таблетки, а мы, злоупотребляя, преувеличиваем дозу, то тем самым мы болезненно воспринимаем происходящее. Поэтому важно, что в пост православных христиан обычно первая неделя является строгой, поэтому православные христиане обычно, которые действительно здоровы, которые могут это взять на себя, а кто не может, он лучше советуется с духовником, они употребляют пищу некой сухоядине, называется. То есть человек употребляет ту же картошку, например, только без масла. То есть масло подсолнечное исключается из рационов этой недели, потому что мы, входя на пороги вот этого поста, стремимся действительно прийти к Светлому Крестовому Воскресенью уже подготовленные, очистенные от грехов, устремясь во что бы ни стало освободиться от них, и тем самым еще более радостью встретить Светлое Крестовое Воскресенье. Вот. В последующей же неделе, кроме среды и пятницы, разрешается уже и суп с маслом подсолнечным, то есть и в общем вся постная растительная пища, кроме среды и пятницы, в среду и пятницу без масла обычно, и человек, входя в этот пост, он, следуя вот некому предписанию, стремится действительно настроиться на освобождение от самой главной задачи, освобождение от страстей. Почему нельзя именно мясо, яйца и молочные продукты? Это с чем-то связано? Пост — это время такого, ну что ли, траура, да, время какого-то ограничения, время стремления тому, чтобы, страдая наша плоть в какой-то мере, в конце этого страдания получила радость и освобождение, да. И вот такая праздная еда, как молочная, яичная и мясная продукция, она в какой-то степени столько провоцирует обедение, да, провоцирует празднество, да, мы приходим в гости, да, в непостные дни, мы видим изобилие плодов, и в любом случае будет мясная, молочная продукция, вот, будет присутствовать на столе. Это как признак какого-то праздника. А у нас сейчас сетование, сетование о том, что, о своих грехах в первую очередь, а в конце Четыридесятницы страстная седмица. Мы сетуем о том, что Спаситель, придя за нас, вот страдал именно за нас, мы сетуем об этом, но при этом в конце радуемся, что действительно нам дарована вот эта возможность прийти, утраченный вот этот некогда рай. Во время поста нужно себя ограничивать ведь не только в каких-то определенных продуктах, но и в количестве пищи. Постной едой можно тоже страдать обедением, поэтому дозировка должна обычно быть, потому что, ну, как бы человек, как святые отцы многие говорят, что человек должен со стола в любое время года вставать со стола с чувством легкого голода. Никогда тогда не будет возможности совершить грех обедения. Помимо ограничения в еде, во время поста еще что-то запрещается? Как я уже сказал, это траурное время, время насетывания о своих грехах, поэтому человек старается исключить из своего дневного рациона, так сказать, возможность веселья, да, то есть обычно даты такие, если попадает дни рождения, либо день ангела, человек старается проводить его в молитве, в посте, чтобы тем самым не нарушить пост и воздержаться от разного рода увеселения. Разного рода увеселения бывают какие еще? То есть смотрение постоянно, там, мы знаем, мы изо дня в день порой ждем той или иной передачи или фильма, да. То есть какая-то страсть к просмотру передачи, либо фильма. И тем самым человек должен ограничивать себя в этом. Памяту я, что важная цель все-таки борьбы в это время со своими эритмистами. А что касается интернета, компьютера? Интернет, компьютер это действительно тоже, мы видим, что мы становимся рабами, вот, будто чрева нашего, будто телевидение, будто интернета, это все, как сказал Андрей Кураев, протодиакон, он говорил, что мы еще дерзновенно себя называем рабами Божьими. На самом деле мы же далеко не рабы Божьи. Если мы были рабы Божьими, то мы старались жить по заповню Божьей, стремились бы как раз бороться с грехами, а мы зачастую становимся рабами того или иного предмета, той или иной какой-то жизненной установки, с которой тоже не есть хорошо, которая нас отводит от важной цели. Можно ли крестить ребенка во время поста? Какие вообще церковные таинства отменяются в это время? В это время отменяется таинство венчания, потому что, опять же, это время веселья, которое недопустимо в дни Великого Поста. А таинство крещения, оно не есть какое-то таинство, которое сопровождается каким-то веселем. Это уже человек может сам надумать для себя, что необходимо любое таинство проводить каким-то увеселением. А таинство крещения – это как необходимость. Многие люди стараются крестить побыстрее ребенка, потому что бояться, есть боясь на то, что человек может в какой-то степени не дорасти до желанных лет. Церковь не может молиться за него, потому что он не искрещенный. Поэтому крещение, оно не запрещено. Каждый день можно хоть и совершать это таинство. А во время поста ведь особые богослужения проходят? Да, вот Великий Пост, он отличается. Мы зачастую говорим о посте. Вообще, да, пост в простонародье считается, пост – это Великим Постом. Не уточняется, что он – это Великий Пост. Пост обычно, если говорят о посте просто, не уточняя, то это имеется в виду Великий Пост. Великий Пост, он отличается как раз богослужением. Богослужением у нас Великий Пост совершается в этой литургии прежде священных даров, которые не совершаются ни в какое время больше года. Вот мы видим, что за литургия прежде священных даров? Это литургия, когда еще в воскресенье, то есть еще заранее заготавливаются дары, которые хранятся на престоле всю неделю, и в среду, и в пятницу, когда положено совершать эти литургии во время Святой Четыридесятницы, эти сначала один агнец доставили для того, чтобы совершить так называемую прежде освященную литургию и прежде освященных даров. И на этой литургии как раз верующие могут причастись к Святой Христовой Таин. Мы видим, что кроме субботы и воскресенья обычной литургии не положено от них, потому что, как я говорил, время траура, время, когда человек задумывается о своих грехах, а литургия для православных и христиан – это некая радость. Но литургия прежде освященных даров, она была позже установлена в связи с тем, что верующий народ православный, желая причаститься, но не имея при этом возможности, еще более окричался, и тем самым святитель Григорий Двояслов составил некую литургию, которая была принята прополненной церковной, и в которой, в принципе, только как продолжение уже совершившейся таинств, просто подготавливал людей к принятию святых христовых тайн. Если человек не постится, но в Бога верит, должен ли при этом он считать себя великим грешником? Да, каждый из нас, это, наверное, самый грешен, должен считать себя самым грешным, потому что, по примеру святых отцов, мы видим, что святые отцы, святой жизни, люди, которые себя называли великими грешниками, они как-то давали нам пример, что действительно, если человек не будет так считать, то уподобятся из притчи, у нас есть притча, это очень замечательно, а Митарий – фарисей, Митарий стоял в храме, Митарий – это грешник, выражение в той среде был, но оказался более оправданным, потому что он раскаялся в том, что он совершил, и тем самым снискал оправдание у Господа, да, а фарисей, который и постился в положенное время, и десятину носил, как необходимо, и молился, и сказал, что я даже благодарил Бога, что он не такой, как этот Митарий, который в конце храма стоял. Фарисей стоял впереди храма, и, возводя глаза вверх, имел дерзость произнести такие слова, а Митарий стоял в конце храма, бья себя в груди, не смел взирать, как пишут на священии, ввысь, просто бил себя в груди и говорил, Божьей милостью будем негрешны. Поэтому это показывает, что раскаяние, оно на самом деле никак не может повлиять на то, что мы, если мы будем на показ сделать, то это никак не сочтется нам, как в пользу. Наоборот, мы будем отдаляться от главной задачи. И все-таки пост нас, церковь, призывает совершать в тайне, чтобы Господь в виде наши тайные помышления смог бы нам явить в будущем некое возмездие. То есть за то, что мы сделали, мы получаем некое возмездие. За добрые дела мы получаем добрые возмездия, за плохие и плохие. Как понять, что пост прошел не зря? Пост для каждого человека, он на самом деле индивидуальный в плане того, что человек за пост, либо он сам чувствует, на самом деле, когда он действительно освободился. Результат всего, как завершение Пасхи, то есть после Пасхи, человек продолжает жить. А какой жизнью? Определенно возвращаясь к этим грехам или уже стараясь сторониться от этих, бороться с этими грехами. Если борется с этими грехами, то результат поста налицо для самого человека. Он не должен это говорить никому. Он должен для себя сделать вывод, увидев, где польза, где вред, и осознав, что действительно пост идет на пользу, стремится, должен продолжать бороться с грехами. Как правильно выходить из поста? Если чисто физически имеется в виду, то необходимо, конечно, в умеренное количество. Обычно православные приходят после длительного поста и все это себе такое жиденькое, не тяжелую пищу начинают употреблять. Она скоромная вроде, но при этом и легкая, потому что не было проблемы с желудком. Зачастую у нас, знаете, многие есть православные христиане, закончится будет Пасха, время радости, значит, по полной будем праздник для живота делать. Тем самым мы опять же возвращаемся к греху объедения, что мы вроде боролись, старались бороться с этим грехом, а тут Пасха пришла, можно, значит, это не есть правильно. Отец Леонид, спасибо вам за интервью и за подробный рассказ. Пожалуйста. А я напоминаю, что это были вести интервью и сегодня о правилах Великого Поста нам рассказал священник Леонид Бортков, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Знамения города Ханты-Мансийска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова